Сегодня наша съемочная группа проехалась по населенным пунктам, которых больше, видимо, не будет существовать. На прямой связи со студией Юлия Афанасьева. Юля, много ли таких поселков, где теперь жизни нет? Ну, Виктория, скажу одно, что мы посетили, наверное, 5 или 6 населенных пунктов, и масштаб, как вы уже сказали, действительно просто впечатляет. Особенно, когда это видишь своими глазами, это настолько страшно, ты едешь просто по черной степи, ты заезжаешь в поселок, а там, ты говоришь, картина одна. Кроме печи, которая уцелела, ничего нет. Вот эти трубы, трубы везде торчат, ничего нет. Вот мы, например, заезжали в такое село Кагаево, там уцелело всего 4 дома из целого поселка. И вот люди по 20-30 человек, они вот ютятся в одном доме, как-то стараются друг другу помогать, им привозят какую-то помощь с разных населенных пунктов. Мы заезжали вот буквально недавно в село Кожухово, там два дома уцелело, то есть там вообще не осталось ничего. То есть вот люди просто, я не знаю, за что браться, они, ну просто такое, ну не знаю, мы заехали, люди просто сидят, они там даже разбирать нечего. И, ну, я уже повторюсь, масштаб катастрофы просто впечатляет. Также мы вот заехали буквально, ну, наверное, минут 5 назад общались с конюхом главным в поселке Джерин, там выгорел конный двор, более 30 лошадей погибли. Люди защищали свое село, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома, потому что видели, какой масштаб вообще бушует везде. Ну, что касается помощи, мы тоже разговаривали, общались, ну, вроде, ну, как бы обещают, что будут и выплаты, ну, вот даже пока сложно сказать, на этих ли местах отстроят новые дома, либо это будут какие-то другие пункты населенные, потому что кто-то, наоборот, и в суеверии каких-то, говорят, нельзя строиться там, где все выгорело. Например, в Шра люди, наоборот, проголосовали за то, чтобы дома появились на тех местах, где были их прежние. Ну, то есть мы будем, конечно, следить за развитием этой ситуации и уже о новых историях, о новых людях мы покажем в ближайших выпусках новостей. На этом пока все, Виктория. Спасибо, Юля, мы продолжаем выпуск.